Всем привет! С вами Алена Талаш, управляющий партнер компании «РосКо». 18 марта этого года президентом подписан закон, который предусматривает упрощенный механизм отказа от украинского гражданства. В чем суть новации? Кто сможет им воспользоваться? Когда заработает новый порядок? Поговорим об этом в нашем новом видео. Почти год назад Владимир Владимирович подписал указ, благодаря которому граждане Украины, ДНР и ЛНР могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Многие граждане получают второе гражданство. Например, россияне могут иметь гражданство Украины. Это означает, что в России такие граждане будут пользоваться всеми правами и обязанностями россиян по российскому паспорту, а в Украине – правами граждан Украины. Ранее между нашими странами был установлен безвизовый режим, и российские граждане свободно могли пересекать российско-украинскую границу. Сложившаяся напряженная ситуация между Россией и Украиной вынуждает многих россиян отказываться от второго украинского гражданства. Так же, как и граждане, имеющие украинский паспорт и проживающие на территории вынуждены отказываться от российского гражданства, чтобы не иметь проблем с властями. Принятый закон рассматривает вопросы отказа российских граждан от второго украинского гражданства в оперативном порядке, без бюрократических проволочек. Как указано в пояснительной записке к данному законопроекту, за период с 2021 года по сентябрь 2022 года было принято в российское гражданство 636 тысяч украинских граждан, без учета граждан ДНР и ЛНР. Еще большее число украинских граждан оказалось на территориях, которые были присоединены к России. Некоторые отказываются от гражданства, желая приобрести новое. А некоторые, наоборот, мечтают получить хотя бы одно. Подробнее об этом расскажет специалист по связям с общественностью компания «Роская Ксения» снова. В это трудно поверить, но сегодня миллионы жителей Земли являются жителями без гражданства. У них нет свидетельства о рождении, паспорта или какого-либо иного удостоверения личности. По данным Управления Верховного комиссара ООН, по делам беженцев в мире живет около 12 миллионов человек, которые вообще не имеют гражданства или подданства. Продолжим. В силу политической ситуации ходатайство граждан о выходе из украинского гражданства оставались без ответа. Между Россией и Украиной отсутствуют какие-либо договоренности по данному вопросу. Для того чтобы прекратить гражданство Украины, российский гражданин должен подать заявление лично в консульство либо в дипломатическое представительство. Для этого заполняется заявление по форме, утвержденной приказом МИД Украины, и предоставляется определенный пакет документов. Общий же срок рассмотрения заявления составляет 1 год. Почему россияне отказываются от украинского гражданства. Как правило преимуществом второго гражданства для людей является обретение свободы перемещения через границы, развитие бизнеса. В данном случае все возможные плюсы гражданства на практике не могут быть реализованы и перечеркиваются связанными ограничениями с наличием второго гражданства. Так российские граждане имеющие украинское гражданство не могут трудоустраиваться на должности, связанные с допуском к государственной тайне. Также они не могут работать в органах МВД, прокуратуре, в российских судах, в образовательных государственных структурах. Например, когда-то российский гражданин обзавелся украинским паспортом, а теперь его не принимают на работу государственные либо муниципальные предприятия. Для таких граждан наличие украинского паспорта только накладывает ограничения при приеме на работу. Как отказаться от украинского гражданства Для отказа от украинского гражданства необходимо подать заявление в МВД России либо в его территориальное подразделение. И именно с этого момента российский гражданин будет считаться не имеющим украинского гражданства. Такая упрощенная процедура возможна, если ранее человек подавал заявление о прекращении украинского гражданства в уполномоченные органы Украины и не получил ответа на свое обращение. В отношении детей, которые не достигли 14 лет, заявление о выходе из украинского гражданства подается одним из родителей — либо усыновителям. В отношении детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, заявление подается опекуном либо представителем медицинской, образовательной и иной организации, где находится ребенок. Заявление можно подать через портал Госуслуг либо лично в тридеральное подразделение МВД. Форма указанного заявления и перечень документов будет определен также МВД. О том, как отказаться от российского гражданства, смотрите наше видео по ссылке. Отказ от украинского гражданства имеет последствия для российского гражданина. С момента направления заявления гражданин не должен пользоваться правами и обязанностями гражданина Украины. При направлении заявления о нежелании иметь украинское гражданство у человека на руках остается украинский паспорт, а также иные документы, удостоверяющие такое гражданство. Если же сотрудники МВД выявят, что гражданин использовал украинский паспорт и осуществлял иные права как гражданин Украины, его могут снова считать имеющим украинское гражданство. Датой восстановления украинского гражданства будет дата заключения МВД о несоблюдении человеком своей обязанности. Процедура проведения проверки, форма заключения будут определены президентом. Самым негативным последствием для человека является возможность повторного обращения за отказом от украинского гражданства только через 10 лет. Точкой отсчета является дата вынесения заключения о несоблюдении порядка. Когда упрощенный порядок вступит в силу? Федеральный закон вступает в силу с момента 90 дней со дня опубликования, то есть 17 июня 2023 года. Рада, что вы досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы, смело пишите их в комментариях или позвоните нам по телефону, напишите ватсап. Все контакты вы найдете в описании к этому видео. И конечно, подписывайтесь на наш канал. Будь в курсе, будь русско. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова